Библейский портал экзегет.ру представляет Евангелие от Марка, седьмая глава, и для библейского портала экзегет, я считаю, свой собственный перевод. Ну вот у нас в шестой чудеса, в шестой непонятливость людей, в том числе учеников Иисуса. А в седьмой начинается конфронтация. Она, впрочем, и в шестой заметна, но не до такой степени. Собрались к нему фарисеи, некоторые из книжников, что пришли из Иерусалима. А шестая глава заканчивается тем, что там толпы к нему собираются, чтобы исцелить своих больных. Фарисеи хотят ли исцелить больных? Или просто, скажем так, переживают, что вот начинается какое-то такое вот брожение, движение, что-то происходит, а они как бы тут ни при чем. Наверное, надо поучаствовать, разобраться, вынести свой вердикт. Они увидели, что некоторые из его учеников едят хлеб оскверненными, то есть неомытыми руками. Ведь фарисеи, как и все иудеи, не едят, пока не омоют целиком ладони. Такое предание сохраняют они от предков. Вообще-то молодцы, руки моют перед едой. Правильно делают. И когда придут, с рынка не едят, пока не омоются. И еще раз молодцы, потому что зачем же, придя из места, где явно много заразы, есть сразу вот этими грязными руками. Есть у них и многое другое, что хранят по преданию. Так они омывают чаши, каменные сосуды и медную посуду, и даже ложе. Ну, прям совсем хорошо делают, да, соблюдают правила гигиены. Хотя для них, конечно, это скорее ритуальное действие. И смысл этих действий связан с тем, что люди очень легко становятся, скажем так, объектами осквернения, да, то есть к чему-то нечистому прикоснулись. И когда человек, прикоснувшись к нечистому, берет какой-то сосуд, из него ест или пьет, то сосуды он передает эту нечистоту. И омовение, собственно говоря, возвращает ему этот чистый статус. И вот спрашивают его фарисеи и книжники, почему твои ученики нарушают предание предков, едят хлеб оскверненными руками? Нет, они не спрашивают его, а не лучше ли было бы помыть руки перед едой, а то мало ли какую грязь в рот занесешь. Они говорят, они нарушают предание предков. То есть дело не в том, что это хорошо и правильно само по себе, а дело в том, что есть вот определенные правила, которые они должны соблюдать. Что делают фарисеи? Навязывают свои стандарты. Стандарты, даже еще раз скажу, хорошие. Просто они их навязывают как безусловные. И если ты этого не делаешь, то ты все, нехороший человек. Иисус отвечает очень резко. Он им ответил. Прекрасно сказал пророк Исаия про вас, лицемеров. Как написано, народ этот чтит меня на словах, а сердце их от меня далеко. Впустую они меня чтут. Все, чему они научат, наставление людей. Божью заповедь вы оставили, а человеческого предания держитесь. Почему такая конфронтация? Нет бы сказать своим апостолам, ну давайте помойте руки уже, в конце концов, ведь это не так сложно, и ничего плохого в этом нет. Но он использует этот эпизод для того, чтобы что-то другое сообщить фарисеям. Вот они требуют довольно сложных каких-то вещей от апостолов и от вообще всех, которые не вытекают напрямую из Моисеева закона, которые можно соблюдать, а можно и нет. Но вот для них есть еще более высокая степень строгости, и нужно ее обязательно придерживаться. И еще сказал им, хорошо это у вас вышло. Божью заповедь оставили в сторону, чтобы утвердить собственное предание. А Моисей не требовал, закон не требовал мыть руки перед каждой едой. Моисей сказал, чте отца своего и мать свою, и кто злословит отца или мать, того предать смерти. А вы утверждаете, если скажет человек отцу или матери, что тебе от меня причиталось теперь карван, то есть дар Богу, то, по-вашему, он уже и не обязан ничего делать для отца или матери? Божье слово вы отменили преданием, которое сами же и передали. Да и многое иное делаете в том же роде. О чем идет речь? Дар Богу человек отдает храму какое-то имущество, какую-то часть своего достояния, которое он потратил бы на своих престарелых родителей. И говорит, все, я исполнил свой долг. И могу о родителях не заботиться. Это важнее, чем мыть руки перед едой? Конечно, важнее. И вот он приводит пример того, как люди нарушают и оправдывают себя при этом, нарушают самую суть Моисеева закона, но требуют каких-то мелочных и не очень важных, в общем-то говоря, деталей, которые к этому закону вовсе не восходят. Дело не в том, хорошо или плохо мыть руки, и дело в том, какова относительная иерархия правил. Мы все живем в огромном количестве правил. И когда люди начинают формально придираться к мелочам, я не буду приводить примеры из жизни, я думаю, что каждый прекрасно знает историю какого-нибудь чиновника, какого-нибудь полицейского, представителя надзорных органов, который начинает придираться к мельчайшим подробностям, как вообще закрыть любой бизнес, наслать на него все инспекции подряд. Наверняка где-то что-то нарушено. Но при этом извращается сама идея правосудия, сама идея правопорядка. Вот это та же самая ситуация, но религия позволяет в особой форме, с особым цинизмом это делать, потому что это же божье правило, это не просто инструкция пожарной безопасности, это от Бога дано. Как ты смеешь это нарушать? И, собственно, власть фарисеев, духовная власть у них нету, политическая власть у них нету армии, она держится как раз на этой требовательности, требовательности в мелочах. Вот если ты где-то что-то нарушил, все, ты не чист, ты не настоящий израильтянин. Снова подозвал он толпу и сказал им, это уже перед всеми, да, то есть это не только наедине, может быть, если бы они его наедине послушали, он не стал бы созывать всех людей, но теперь это делает. Выслушайте меня все и поймите, нет ничего такого, что входит в человека извне и может его этим осквернить. Оскверняет человека лишь то, что исходит изнутри человека. Как это? Мы очень многим чем можем заразиться, да, снаружи. Ну, наверное, надо разделять какие-то внешние правила гигиены и духовные вещи, да, то есть то, что человек увидит, услышит, воспримет, съест, выпьет, оно не оскверняет человека духовно. И кажется, они были очень удивлены, эти идеи. Когда они, оставив толпу, вошли в дом, ученики стали расспрашивать его об этой притче. Он говорит им, неужели и вам так трудно это понять? Разве не ясно, что входит в человека извне и не может его осквернить? Все это проникает ему не в сердце, а в желудок и отправляется в отхужее место. Так он объявил, что всякая пища чиста. Смотрите, Моисеево законодательство довольно строго насчет пищи, и оно предписывает отказываться от определенных видов пищи. А Иисус не говорит напрямую, что эти запреты больше не действуют. Но он показывает, что пища, ну, она в человека входит, потом выходит из него естественным образом. И суть не в этом. Это что-то внешнее. И добавил, а вот что исходит изнутри человека, то его оскверняет. Изнутри из людских сердец исходят злые помыслы, разврат, воровство, убийство, блуд, жадность, лукавство, коварство, беспутство, зависть, злословие, заносчивость, безрассудство. Все эти пороки исходят изнутри человека и оскверняют его. И вот смотрите, у него три новости. Для фарисеев очень конкретное обличение. Вы не правы в том, что вы требуете соблюдения мелочей, но отказываете от соблюдения более важных вещей, которые напрямую прописаны в законе. Для народа парадокс. То, что входит в человека, его не оскверняет лишь то, что выходит. И для учеников разъяснение этого парадокса. То есть, с каждым он говорит на своем уровне, и только ближний круг получает действительно какие-то подсказки. Казалось бы, наоборот, свои должны быть более сообразительны. Но, с другой стороны, наверное, только свои, и только самые близкие, они действительно интересуются этими вещами глубоко. Они действительно хотят проникнуть. Он дает им эту возможность. Оттуда они отправились в открестности города Тира. А это один из городов Финикии. Он до сих пор есть сегодня на территории страны Ливан. И там живут язычники. Он ушел в дом и не хотел, чтобы кто-нибудь об этом знал, но скрыться ему не удалось. Сразу же услышал о нем одна женщина, у которой была дочь, держимая нечистым духом. Пришла и пала к его ногам. Ну, понятно, что она нуждается в исцелении своей дочери. Она об этом уже прослышана и наслышана. И, конечно, она сделает все. Эта женщина была эллинкой, а по происхождению финикиинкой из Сирии. То есть язычницей. Она не была иудейкой. Она просила, чтобы он изгнал беса из ее дочери. Он сказал ей, дай сначала она сытится детям. Не стоит отнимать хлеб у детей и бросать его собакам. Ничего себе он с женщиной разговаривает. То есть ты собака. А иудеи — это дети. Я для них принес хлеб. А тут подбегает собачка и начинает просить себя. Да, ну, у кого из дома собака или кошка, конечно, знают эту сцену. Да, дай мне. Как он с ней груб. Она отвечала ему так, господин, но ведь и собаки под столом едят крохи, что бронят дети. Он сказал ей, вот за это твое слово ступай. Бес оставил свою дочь. Почему так грубо? Нельзя было вот просто взять и исцелить девочку. Смотрите, Иисус приходит к своему народу, к иудеям, и там, где он, там нет болезни, там нет даже смерти. Он исцеляет умершую дочь начальника синагоги. А что воспримет язычник? Пришел человек, наделенный какими-то сверхспособностями. Как здорово, давайте его используем. Но для иудеев, по крайней мере, для той части, которая вообще о чем-то думает, это именно предшествие Бога к своему народу. Это предшествие какого-то великого, не просто даже пророка, но мессии, который являет Бога здесь и сейчас. Для язычников это просто еще один волшебник. Каких, наверное, много, и который, конечно, очень может быть полезен. Но в этом нету никакого смысла, кроме утилитарного. И, может быть, поэтому он отвечает нарочито резко и говорит ей, смотри, вот иудеи — это дети для Бога, а вы — нет. И она говорит, да, но я хочу быть хотя бы вот в той маленькой части, в которой ты мне это дозволишь, такой же, как и они. Он не говорит ей, обратись в иудаизм, прими веру в единого Бога, тогда я исцелю свою дочь. Хотя мог бы сказать, почему, но достаточно хотя бы этой готовности признать, что она не равна, не равна тем, кто верит в единого Бога. Но она очень хочет, и тогда она это получает. Вот я так объясняю себе эту свою грубость, то есть показать, что не все равно, кто ты, не все равно, есть у тебя эта вера или нет. А сегодня, конечно, звучит крайне неполиткорректно. Он сказал ей, вот за это твое слово, ступай, бес оставил твою дочь. Она пошла домой, обнаружила, что ее дитя спокойно лежит на постели, а бес ее оставил. А из окрестностей Тира они отправились через Сидон, это еще один финикийский город, в Галилейском море в области Десятиградия. В Десятиградии, опять-таки, языческие города на территории Святой Земли, но населенные вот такими же язычниками. Что здесь начинается? Начинается проповедь язычникам, как ни странно. Хотя не сказано, что он их учил, хотя не сказано, что они собирались толпами. Но кто-то к нему приходит, и вот про эту женщину напрямую сказано язычница, а дальше будет такое двусмысленное описание. «Привели к нему глухого и косноязычного человека, чтобы он возложил на него руки. Иисус, а вот дальше странные действия, такие как бы магические немножко, отвел его в сторону от толпы, наедине вложил ему в уши свои пальцы, затем плюнул на них и прикоснулся к его языку. Взглянув на небо со вздохом, он сказал ему «Эф-фата», то есть «откройся». Тут же вернулся к нему слух, с языка его спали оковы, и он заговорил внятно. Вот смотрите, для этих людей, язычников, может быть важнее какие-то конкретные действия, вот какое-то осязаемое действие. Им говорить о словах, говорить им слова, наверное, не очень поможет. И Христос совершенно не гнушается, вот как этой женщиной, то есть он никому не отказывает, но для каждого находит свой подход. И снисходит к человеку вот в том его состоянии, в котором он подошел человек к Иисусу. Тут же вернулся к нему слух, с языка его спали оковы, он заговорил внятно. Иисус запретил им об этом, кому бы то ни было рассказывать, но чем больше он запрещал, тем больше они об этом возвещали. Ну, это мы уже проходили, да, то есть для них это, прежде всего, яркое событие, какой-то аттракцион почти. В полном изумлении они говорили, как прекрасно он все это сделал, глухим он возвращает слух, а безмолвным речь. Что же дальше? Как ни странно, повторение пройденного, об этом будет восьмая глава. Продолжение следует...